В жизни должен быть вкус, чувство вкуса, вообще чувство жизни. Что это такое? Это очень хорошо отражается, вернее, демонстрируется на музыке, на мелодии. Вот я могу сыграть по-разному, да? Могу чувствовать эту мелодию, воспринимать ее по-своему, а могу слепить как придется. Ну вот послушайте, вот как я чувствую, я буду, конечно, ошибаться, не ошибаться и сыграю так и этак. Значит, вот такая. То есть, вот так я ее сыграл. А можно же просто сыграть. Чувствуйте разницу. И вот когда вы в жизнь входите с чувством, ощущаете ее разные стороны, и в результате вы от года к году в своей жизни что-то слаживаете. Что-то слаживаете такое, что у вас остается. А то бывает так, нагрябло много, оно так как между пальцем и ушло. Поэтому, поэтому... В жизнь, как в мелодию, надо вслушиваться, надо понимать ее красоту, и надо уметь играть, в конце концов, на ней. Это очень такое редкое качество, когда ты играешь на жизнь, а не она тобой. В жизнь, как в мелодию, надо уметь играть. То есть, слушать, вот один звук догоняет другой, создает, налаживаясь друг на друга, создает вот какой-то совсем третий звук, чарующий. Можно это все пропустить. И в итоге жизнь, получается, неинтересна, только бухаешь и все. То есть, ты не нашел изюминку в жизни. У каждого человека она своя. А то мы все любим красиво есть там. Мужчины красивых женщин, женщины красивых мужчин такого. Сытую, короче, обеспеченную жизнь так вот любим. Но она-то слаживается. И не обязательно она должна быть сытая, там, обеспечена. Она должна быть такая, чтобы она тебе нравилась. Нравилась вот как в мелодии. Чтобы ты сыграл, ты туда ушел. И это дало какой-то отклик. Ведь сейчас интернет. Интернет показывает беспроводные системы связи. То есть, они как бы нам наглядно демонстрируют. Вот ты даешь какой-то запрос. И теперь приходит ответ. Он пришел, ответ, да? Если ты правильно сделал. А если ты неправильно сделал. То и ответ придет. Не тот. Понимаете? Так вот мы должны в своих мыслях, в своей настройке. Настройка прежде всего в сознании. Сделать правильный посыл в пространство. Пространство окружающее. У нас не надо думать, что оно какое-то мертвое. Какое-то, ну, будем говорить, не живое. Живое живет в живом. Мы живем в большом организме. И если мы дадим туда соответствующий импульс. Оно и откликнется. Вот с помощью книг, которые я написал, вон там куча, я дал импульс туда. И пришел ответ в виде различных таких вот вещей. Не обязательно это какие-то материальные блага. Гораздо важнее, чтобы ты был вот в своей тарелке удовлетворенный. Дальше действуешь. Вот ты посылаешь туда сигнал, да, от себя. Мысленный посыл. Не сомневающийся. Должен быть такой волевой, умственный посыл. Знаете, вот вера в то, что будет. Вера в себя, в свои силы. Вера в разум космический, который есть. И с которым ты взаимодействуешь. И тогда придет ответ. А если этой веры нету, если ты подумал, потом передумал, то мысль, как через интернета ты запрос на эту информацию послал, потом отменил, послал, потом отменил. И в итоге ты ничего не получил. Вот так и в жизни ты должен сыграть жизнь, как мелодию, красивую мелодию для себя. Она твоя мелодия. И ты творец этого. По большому счету, несмотря на то, в каких бы мы условиях ни были, мы все равно можем творить. И мы все равно можем это все менять. Этому надо учиться. И для этого, как раз, чтобы мы сыграли вот эту вот мелодию в своей собственной жизни, как раз нам жизнь и дается. Чтоб мы научились в ней играть, играть с силами, с творческими силами. А если мы с помощью каких-то слов дурацких, которые притягивают совсем иную информацию, иной силы, будем их про себя чертыхаться и так далее, то, естественно, ничего не получится. Поэтому учитесь играть мелодию своей собственной жизни. Это так, знаете, прекрасно. И вот именно все отходит на задний план. На задний план. А вот мы здесь воплотились в этой жизни, и мы должны ее сыграть. Сыграть, хотя различные могут быть какие-то мешающие факторы, или наоборот, на нас там еще что-нибудь, как бы сказать, обучающее, или что-то добавляется. Вот важно, важно вот это вот, ну, грубо говоря, плохое осознать, для чего оно тебе дается. И за счет этого измениться. Потому что если у тебя только хорошее, ты притягиваешь хорошее. Если у тебя есть какая-то червоточина, она и будет это притягивать. Если ты чаще этой червоточиной пользуешься, в мыслях, в словах, в поступках, то ты и окружишь себя вот этой вот аурой, которой ты будешь брухтаться, и ничего хорошего не будет. А если ты наоборот вот это поймешь, и начнешь вот день от дня следить за своим сознанием, за своими мыслями, за своими словами, за своими поступками, и в итоге жизнь начинает складываться совсем по-другому. Вдруг откуда ни возьмись, какие-то блага тебе отдаются, понимаете. Иногда они приходят... Этим самым... Слово, слово, слово сейчас. Иногда они тебе приходят авансом. Ты их не заслужил, но тебе дали. И дали для того, чтобы посмотреть, А как ты этим воспользуешься? В пользу всему! Либо же во вред всему. Вроде бы на пользу себе, а во вред окружающему. Вот такая интересная беседа получилась. Учимся играть свою мелодию жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok